Платоновская академия в Корриджи весьма важна по многим причинам, ну наверное сначала что это, а потом почему оно важно. Это основал Козима Медичи, почему я про всю семью Медичи подробные клипы делаю, потому что они все очень важны и они непосредственно были организаторами итальянского ренессанса, а философы там уже занимались философией, художники картины рисовали и так далее. Так вот, Козима Медичи, он поддерживал Зарентийский университет и также он выкупил виллу, вот в Корридже как раз это вот вилла знаменитая и есть, купил полностью весь кодекс Платона по-гречески и неоплатоников всех, скупил Козима Медичи банкир на свои деньги, и посадил Марсилио Фичино, такого уже молодого, но уже известного своими познаниями в греческом, греческой философии, к тому же последователя Платона, вот он посадил Марсилио Фичино переводить Платона, Платина и вот всю вот эту философскую школу на виллу на эту. Вилла в течение 30 лет примерно была центром вот этих самых неоплатоников, то есть Марсилио Фичино уверовал в Платона, переводил-переводил, убедился, что все так и есть, собрал вокруг себя других таких же, они вот там на вилле регулярно собирались, обсуждали Платона, переводы, свои мнения по этому поводу, дискутировали и так далее. Основная работа Фичино на вилле была, это перевод Гермеса Тресмегиста, которого он тоже платонически трактовал, Платона и всех неоплатоников на латынь. Дело в том, что до того тоже были последователи Платона, о чем я периодически тут тоже говорил в средние века, но это были люди, которые знали греческий, он не был переведен на латынь и, соответственно, широкие круги его не знали. Латынь походит на итальянский, то есть ее в какой-то степени могут понимать итальянцы. Кроме того, латынь не обучали всех абсолютно католических священников, латынь более-менее знали. Ее было гораздо проще выучить, чем греческий, тем более древнегреческий. Вот они перевели на латынь, что способствовало популяризации реальной греческой философии, а не пересказов этих святых отцов безграмотных, не в рассказах адвоката Августина и тому подобной публики, недоучившегося оратора Василия этого великого и прочего всего такого. Вот реально Платон он наконец-то стал доступен в Европе уже массово. Кроме того, помимо того, что они его перевели и были его последователями, это первое реально научное сообщество. Я уже тут неоднократно говорил, что университеты, хотя сейчас их католическая церковь выдает за свой вклад в культуру, университеты не были научным сообществом. Это было сообщество попов, в котором регулярно осуществлялась травля всех, кто хоть сколько-нибудь там был склонен к реальной науке, о чем я тоже уже рассказывал. Университет – это институт по подготовке, прежде всего, католических священников. Соответственно, понятно, что науки там на километр не было, даже на медицинском факультете, где в основном изучали астрологию на тот момент. А вот Платоновская академия, как они это называли по образцу Академии Платона, это действительно было сообщество ученых, где действительно свободно обсуждались всевозможные филологические, философские вопросы, естественно, научные и так далее. Помимо Марсилио Фичино, который, так сказать, лидер этого движения был, хорошо известны Кристофора Ландина, Джованни Пико де Лавирандало, он более молодой, поэтому чуть позже про него будет. Поэты Анджела Полициана, Нальда Нальди и художник Сандро Боттичелли, пожалуй, наиболее известный, потому что это картина, это всем понятно. На самом деле Сандро Боттичелли был платонист и принадлежал к этой тусовке. И в его работах постоянные идеи Платона присутствуют. Когда дойду до Боттичелли, то расскажу. То есть он фактически рисовал иллюстрации к Платону Боттичелли всю жизнь. Козим и Медичи, а также Лоренцо Медичи, о котором ранее рассказывал, постоянно посещали эту тусовку. Это был их круг общения, вот это самый цвет интеллектуалов Флоренции. Ну, они были политики, такие более практические люди, но они заходили к этим философам, пытались вникнуть в эти все дела. И поддерживали это. Соответственно, вот эта вот академия, она выступила как новая форма организации науки, а университеты как архаическое, церковное и так далее. Поэтому под влиянием академии во Флоренции возникли академии в Риме, в Неаполе. Ну, и это про образы вот теперешних академиков, да? То есть первой научной академии. Ну, можно еще сказать, что вот помимо дискуссии, они там писали совместное произведение. То есть вот помимо обсуждения, допустим, диалогов Платона, они писали комментарии. Там совместно или на основе дискуссии вот по поводу Платона. То есть это как бы была еще научная школа, и школа, она была платоническая. Скорее всего, в католицизм они не только не верили, но считали это, так сказать, вот какими-то низшими обрядами для людей, которые не разбираются, что характерно было и для неоплатоников античных. И сам Платон, и Плотин, и Прокол, все они считали сначала греческую религию развлечением для дураков, потом, когда пошло христианство, они это полностью перенесли и на христианство. То есть они считали, что истина выражается, естественно, в концепциях Платона, а католицизм, это, так сказать, дураки, не способные к истинной философии и математике. Вот они чем-то там развлекаются, к Богу, истине, любви и красоте это все отношение не имеет.